Новые решения старых проблем в сфере ЖКХ. В Иванове состоялось совещание с участием Сергея Пахомова, первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы. Тема встречи – актуальные вопросы управления многоквартирными домами. Сотрагивают едва ли не каждого человека, ведь все мы так или иначе пользуемся услугами ЖКХ. В настоящее время в стране идет реформа органов надзорной деятельности в этой сфере. У нас в государственном мире находится уже готовый к второму чтению, насколько мне известно, законопроект о реформе контроля надзорной деятельности, который заменит собой весь объем регулирования в этой сфере. Во втором, буквально в прошлой неделе, ни на кого развитие повесило на общественное обсуждение альтернативную версию. Ни один, ни второй проект не отличает тем цельным задачам, которые можно было бы предъявить к современному, объективному и профессиональному контролю и надзору в сфере жилищно-коммунального хозяйства, потому что наша спальная отрасль, она очень специфичная. Одна из обсуждаемых проблем – предупредительный лицензионный контроль в сфере управления многоквартирными домами. Часто жители предпочитают написать о проблеме не управляющую компанию, а сразу президенту или в генпрокуратуру. В некоторых регионах уже внедряют автоматизированную систему для приема заявок по проблемам ЖКХ. Сначала любая жалоба будет рассмотрена управляющей компанией, и только потом, в случае бездействия коммунальщиков, она отправится по инстанциям. Цель этой системы – дать возможность управляющим организациям устранить проблемы, а не сразу выписывать им штрафы, за которые, по сути, расплачиваются собственники. Еще один вопрос – проблема доступа операторов связи в многоквартирные дома. В настоящее время рассматривают законопроект, который позволит предоставлять провайдерам возможность для размещения оборудования без проведения общего собрания и без взимания дополнительной платы за использование общего имущества. Коммунальщики такое нововведение не приветствуют. Запрет взимания операторов связи платы за размещение своих сетей не только прямо противоречит закону о связи, но и нарушает права собственников получения соразмерной платы за использование принадлежащего имущества. Но вместе с тем операторы связи работают в интересах жителей и размещают оборудование, чтобы оказывать услуги связи все тем же собственникам. Взимание платы за размещение объекта связи оно в конечном счете все равно вылится в тот же самый тариф, который рано или поздно подползает потихонечку при установлении этой платы. Давным-давно обсуждался тогда такой вопрос о том, чтобы сети связи вот именно внутри домовые, они приходили как бы в общее имущество граждан. Такая схема на сегодняшний день реализована вот в огнях Москвы, когда застройщик сам в процессе строительства строил эти сети, как, собственно говоря, сейчас это делается во всех бизнес-центрах. И, соответственно, оператор, приходя на дом, подключается просто к этим сетям. И там понятно, за что взимается плата. За пользование сетями, которые ему не принадлежат. Но пока такие дома скорее исключение, чем правило. Операторы связи видят другое решение проблемы. Вопрос по проведению собрания и вопрос по взиманию платы с операторов, ну, как у каждой медали, есть всегда две стороны. Это, во-первых, реальная обоснованность взимания этой платы и реалистичность проведения действительно достоверного собрания собственников. Потому что, ну, собрание собственников можно провести, но мы знаем, как это зачастую у нас происходит. Вот. И, с другой стороны, то есть это может стать, ну, это и становится, собственно говоря, определенным барьером. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно и правильно вот в законопроекте предусмотреть такую норму, что если у оператора существует заключенный договор, то, в принципе, управляющая компания не вправе ему отказывать и в строительстве, и в размещении этого дома, и взымать деньги за размещение этого дома, потому что, еще раз, это делается в интересах жителей этого дома. В ходе заседания Сергей Пахомов сообщил, что фонд капремонта Ивановской области в плохом смысле отличился, сохранив на своих счетах почти миллиард рублей жителей на конец прошлого года. В стране это единственный вопиющий случай. И теперь принято решение, что контроль за этой деятельностью перейдет в фонду ЖКХ. Ивановская область сегодня стоит на грани того, чтобы стать первой территорией, где фонд капитального ремонта при наличии остатков таких средств может просто быть объявлен банкротом. Потому что, если люди сейчас начнут заявляться, что уже происходит, 20-го числа опять прокуратура возбудила, по-моему, то ли дело, то ли претензики. Не знаю, сейчас какая-то пошла работа, у нас последняя информация, 20-го числа прокуратура опять задает вопросы фонду о том, ну, люди обращаются, о том, почему, когда, что же происходит. И опять я знаю, что больше половины крупных контрактов опять не разыграно, ну, я сейчас не буду погружаться, честно говоря, дело не мое. Но теперь оно становится уже делом вашими общими усилиями. Эта проблема теперь становится проблемой попадающей в поле зрения непосредственно федеральной власти. Также Сергей Пахопов сообщил, что в будущем правительство страны планирует выделить 450 миллиардов рублей на работы по реконструкции сетей ЖКХ с износом свыше 60%. Правила распределения этих денег сейчас разрабатывает Минстрой. Количество аварий, и в этом году оно какое-то аномальное, во многих территориях, включая Ивановскую область, износ большой, и я бы рекомендовал тоже очень внимательным и ответственным чиновникам эту программу изучить и какие-то, значит, свои мысли, идеи и сигналы отправлять, в том числе и в Минстрой, о том, чтобы Ивановская область не была забыта. Но, значит, отношение будет такое же, как к предыдущей двух государственной программе аварийки и к работе по капремонту, то здесь, конечно, на добрые отношения рассчитывать не стоит. Проблем в ЖКХ много, но решать их надо. Ведь мерилом счастья в доме являются не суммы, затраченные на ремонты или штрафы, наложенные на управляющие компании, а видимый и осязаемый результат работы этих самых управляющих организаций. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.